МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ННТ новости в студии Махач Курванов. Коротко о главном. Вернулись того света. Медики спасли женщину, пережившую клиническую смерть. Подробности в выпуске. К новому учебному году готовы. В школах Кайтакского района завершаются ремонтные работы по проекту 150 школ. В Лакском районе инициаторы и энтузиасты возводят соцобъекты. Как в селе Шара появился новый стадион, узнаем в спортивном блоке новостей. Дагестан – лидер по численности грузоперевозчиков, зарегистрированных в системе Платон. Их число составляет 12 тысяч. Этот показатель – лидирующий среди субъектов Северного Кавказа и входит в топ-3 среди 15 субъектов Юга. Сейчас в системе зарегистрировано 15 тысяч дагестанских машин, из которых больше тысячи с начала года. Дагестанские водители больших грузов столкнутся с ограничениями. С этого дня Управление федеральных автомобильных дорог Каспий распорядилось запретить движение крупных автомобилей по участкам федеральных трасс в Дагестане и Чечне. Причиной стала сильная жара. По данным метеорологов, ожидается температура воздуха свыше 32 градусов Цельсия. Поэтому с 10 утра до 10 вечера на дорогах, которые указаны на ваших экранах, для фур будет действовать ограничение. Скорая помощь на базе КАМАЗа. Дагестан получил в подарок от одной из частных компаний уникальный автомобиль стоимостью 11 миллионов рублей. Он способен одновременно транспортировать до 8 пациентов в фургоне скорой два отсека для приема больных и для оказания скорой медицинской помощи. В случае чрезвычайной ситуации машину можно будет использовать как передвижной медицинский пункт. Здесь есть вся необходимая для жизнеобеспечения пациентов аппаратура, кислородные баллоны, дефибрилляторы и многое другое. Автомобиль также оснащен подъемом для носилок и видеокамерами. Имеется собственная система водоснабжения и резервный источник энергоснабжения. Даже при условии, что двигатель не будет работать, скорая может функционировать еще 16 часов. Вернулись с того света. В Дагестане врачи Республиканской клинической больницы спасли женщину, пережившую клиническую смерть. Медики боролись за жизнь коллеги в течение 45 минут. Все подробности удивительного спасения в сюжете Патимат Ханаповой. Это спасение практически можно назвать чудом. Сердце больной не билось в течение 45 минут, но ее мозг не пострадал. Такие случаи встречаются, но крайне редко. Даже самые опытные врачи не могут объяснить с научной точки зрения, как такое происходит. Период, в течение которого медики могут здоровым вытащить человека из клинической смерти, не превышает 6 минут. А тут эта цифра в 7 раз больше. Мы не допустили того, что произошла гипоксия головного мозга. То есть женщина должна была выйти из этого состояния без неврологического дефицита. Это было очень важно. Но только на 45 минуте нам удалось завести сердце. В случае, когда 45 минут, это крайне редко. При клинической смерти останавливается сердце, начинается кислородное голодание, которое приводит к гибели мозговых клеток. А это значит, что человек уже не вернется прежним. Поэтому очень важно искусственно поддерживать процессы. Благодаря профессионализму и грамотной медпомощи этого удалось избежать. Четыре специалиста поочередно и непрерывно делали женщине массаж сердца. Завести его врачи пытались 12 раз. Расскажите, как себя чувствуете уже? Сейчас уже лучше. Намного лучше. Конечно, хотела бы сказать. Нашим замглавврачам, Виталию Георгиевичу, заведующим отделением. Виталий Георгиевичу, заведующим, всем девочкам, кто здесь работает, заведующим, всем-всем очень хорошо. Быстро оперативно помогли мне, привели их в чувство. Честно сказать, даже не помню, что было. Очень благодарна. По тематам сотрудник Республиканской клинической больницы. За жизнь коллеги и медики боролись до последнего. Осложняло ситуацию то, что пациентка перенесла операцию на сердце и имела искусственный протез на клапане. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо. Она находится в отделении общей реанимации. Ее жизни уже ничего серьезного не угрожает. Много чего было сделано. В итоге состояние больной лучше. Все, что возможно, было сделано еще в условиях на рабочем месте. На сегодня состояние пациентки средней степени тяжести. Пациентка активна. Гемодинамика стабильная. Ритм у нее синусовый. В принципе, пациентка готовится к переводу в отделение кардиологии. И на дальнейшее наблюдение с кардиологами. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. Авторы ЕГЭ внесли изменения в экзамены на 2020 год. По сообщениям российских СМИ, обнародованы проекты новых минимальных контрольно-измерительных работ на будущий 2020 год. Так, по физике увеличится количество заданий. Их будет не 5, а 6. Также усложнят другие пункты. Нужно будет дать не два обязательных верных ответа, а три или более. Точнее, выпускник должен отгадать сам. Кроме того, по гуманитарным дисциплинам, общество знания, русский язык, история и география изменят критерии оценки заданий. Не изменятся в будущем году правила сдачи экзаменов по точным наукам, таким как математика, химия, биология, информатика и ИКТ. Как и в прошлые годы, ЕГЭ по литературе английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам останутся без поправок. 1 сентября не за горами, а значит школы готовятся к приему учеников после летних каникул. Так, в образовательных учреждениях Кайтакского района близится к завершению ремонтной работы в рамках проекта 150 школ. К примеру, в Маджолийской межрайонной школе-интернат в 13-ти классных помещениях уже заменены полы. В шести оставшихся помещениях работы идут полным ходом. Осталась замена дверей и частично кровли. Думаю, к началу учебного года мы подготовимся. Уже практически вся работа идет к завершению. Ну а в Маджолийской школе имени Тимирханова в ходе реализации проекта 24 старые окна заменены на новые пластиковые. Полностью обновлена кровля над школем, спортзалом и актовым залом. Полностью у нас завершены, остались косметические работы и осталась внутренняя отделка туалета, теплых туалетов, обоих корпусах. Основные работы тоже завершены. К началу учебного года вся работа будет завершена. Ни копейки бюджетных средств. В селении Шара Лакского района разработали проект возрождения. Своими силами местная молодежь и выходцы, проживающие в городах, обустраивают социальные объекты, детские площадки, парки и места досуга. Почему шаринцы первым делом построили именно футбольный стадион, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Возрождение своего села шаринцы начали со стадиона. Еще пять лет назад на этой местности был заброшен колхозный сад и свалка. Сегодня такой арене позавидует любой район и даже некоторые города Дагестана. С первых дней стадион успешно выполняет свою миссию и сейчас это основное место скопления молодежи. Строили арену всем селом. Специально для этого открыт фонд, в работе которого обязан участвовать каждый житель. Так шаринцы пытаются повлиять на проблему оттока населения в город. Я бы не сказал, что это было первостепенно важным проектом в нашем селе, но и мы именно почему начали с этого, потому что наша основная цель была это объединение молодежи. Было очень много критики, было очень много сторонников, говорили, вот сад испортили, моменты всякие, но вы понимаете, не без этого. Но мы как бы, скажем так, прошли, альхамдуллах, довольно-таки достойно через все эти разговоры, довольно-таки, скажем так, мирно и пришли, вот, пожалуйста, сами видите, какой результат. Строительство стадиона, уверены, здесь станет стартовым этапом возрождения села. На очереди обустройство молодежного парка, территории вокруг озера и детских площадок. Уже идет возведение большого зала для торжеств и проведения других общественных мероприятий. Ну, вы сами видите, какое огромное количество молодежи здесь собралось, какое огромное количество населения. Городские приезжают, социальную роль играет, воспитательную роль играет, играет роль переселения даже населения, потому что люди приезжают, хотя бы на этот турнир видят, как прекрасно все, условия создаются, вода, водопроводы, дома и так далее. И я просто уверен в том, что это все будет способствовать тому, чтобы люди, если пускай даже не на постоянное жительство, хотя бы на месяц, свой отпуск будут проводить у себя дома, потому что если мы создаем условия для них, то людям уже не надо никуда ехать, никакую за границу, никуда. У нас все у себя есть. Официальное открытие стадиона проводили еще в прошлом году, но натуральное покрытие тогда не было готово к играм. Сегодня первыми газон опробовали команды высшей лиги любительского футбола. Это гости из Гуниба и коллектив Сирона в составе с восходящей звездой UFC, забитым Магомед Шариповым. Показательная игра стала своего рода мастер-классом. Зрители увидели голы на любой вкус. И хотя забить свой гол так и не забил, его присутствие придало команде хозяев уверенности. Итог матча 2-1 победа Сироны. Я сам начинал с футбола, с детства играл. Сам слежу за футболом и на выходных, когда бывает в свободное время, играю. Очень приятно, что народ вместе что-то строит, помогает вместе, если нет никакой другой помощи от государства. И это очень приятно бывает, когда вместе что-то делают, помогают. И даже в городах нет такого условия для игры для детей. Шаринцам пожелаю, что вот эта практика их молодежи, то, что они делают, она тиражировалась во всей республике. Они молодцы сами, ребята молодые, объединяются, создали фонд для села, условия создают. Те, кто в городе находится, не забывают своих корней, откуда они вышли. И для тех, кто в селе есть, людей условия создают. Поэтому, я думаю, в каждом селе должно быть такое начинание. Не на словах, а на делах, как здесь. Вслед за выставочным матчем организаторы объявили о старте пятого розыгрыша Кубка Лакского района. В спор за трофей вступили 12 команд. После групповой стадии борьбу продолжат по олимпийской системе на вылет. Призовой фонд турнира в этом году увеличился в несколько раз и составил 250 тысяч рублей. Итоги соревнований подведут 22 августа. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Лакский район. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал НТ, Лакский район. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов. Конец. Продолжение следует...